Я не ожидала, что у нас с Михаилом Дритовичем будут практически противоположные взгляды на одну и ту же проблему. Последний слайд, когда он сказал, что алгоритмы четко определены, я сейчас вам больше внесу, наверное, сумятицы. Потом еще будут вопросы? Конечно. Сумятицы будет еще больше? Давайте. Да. У меня было много вопросов, но я поняла, что мы сейчас уйдем в дискуссию, и моего доклада может вообще не случиться. Подчеркну еще раз. Очень много путаницы, что мезотелиома брюшины и псевдомексома – это одно и то же. Это абсолютно принципиально разные. Псевдомексома брюшины – это все-таки метастазы другой муцинозной опухоли по брюшине. Мезотелиома брюшины – это первичное злокачественное новообразование, собственно, брюшины. Итак, у нас вопрос в четкой лечебной стратегии. Ну и вот тут, собственно, спасибо, расходимся. Все. Она до сих пор не определена. Но моя задача была определить лишь роль химиотерапии в лечении мезотелиомы. Тут мы попытаемся разобраться. Слайд у меня точно такой же, только более яркий. Почему же нам сложно определиться с лечением, с именно стратегией? Потому что это редко опухоль, и набрать, собственно, большое количество пациентов для крупного рандомизированного исследования невозможно. И нет никакого стадирования. Поэтому, когда у нас сейчас в выписках очень часто встречается мезотелиома Т1-М1, канцероматоз брюшины характеризуется как М1 – это принципиально неправильно. Канцероматоз брюшины – это и есть первичная опухоль. Мы неоднократно уже сегодня ссылались на двух основоположников – это Тристан Ян и Шугабекер. И вот в 2011 году, собственно, Тристан Ян предложил о том, что, исходя из индекса канцероматоза, мы все-таки можем хотя бы условно, приблизительно распределить пациентов по классической системе ТНМ. Соответственно, если у нас поражение PCI будет от 1 до 10, это можем говорить, что это Т1. Соответственно, до 20 – это Т2. И, собственно, ниже, до 36 максимальных – это Т4. Поражение лимфоузлов будет либо только N+, или N-, и М1 будет именно экстраабдоминальное поражение. Эта группа будет самая, скажем, серая зона, потому что при одномоментном поражении плевры и брюшины мы никак с вами не сможем разграничить, что же это первично, а что вторично. То есть это будет мезотелиома плевры с поражением брюшины или это будет мезотелиома брюшины с метастазами по плевре. И заметьте, что четвертой стадии нет. Для чего нам нужна эта градация в стадиях и ТНМ? Ну, во-первых, для того, чтобы можно было классически, как принято в онкологических кругах, определиться с лечебной тактикой. Это было бы нам легко. Понятно, Т1 – операция, Т4 – это химиотерапия. Но также это, как вы видите, и прямо связано с отдаленными результатами выживаемости. Но тут тоже не надо быть большим гением. Чем больше, собственно, поражено органов, тем хуже и меньше живет наш пациент. Итак, наш алгоритм действия, который, как Михаил Дмитриевич, для него, может быть, это очень все четко определено, то для большинства таких, как я, может быть, химиотерапевтов, это не совсем понятно. Классически мы пациента обследовали, определили гистологический тип, определили его функциональный статус, условно стадию, как мы поняли, возраст и коморбидность. Все это дает нам возможность понять, куда же мы будем двигаться. Итак, если у нас речь идет о бифазной саркоматоидом по типе, или это третья стадия, тут я условно говорю, то есть это N+, или есть экстраабдоминальные, то тут вариантов, собственно, никаких нет. Либо мы предлагаем пациенту участие в клинических исследованиях, которым мы только что сказали, в силу того, что это редкая опухоль, их нет. Или системная химиотерапия. В случае, если это условно ранняя стадия и эпителиоидный тип, то тут предлагать нужно, естественно, операцию, как основной метод лечения. Дальше у нас будет после операции определяющим фактором это полнота циторедукции. В случае, если это не удалось радикально убрать, то тут как раз и появляется первая возможность системного лечения. Если же операция была супоптимальна, CC2, то здесь как раз Шога Бейкер и предлагает проводить отсроченную циторедуктивную операцию обозначения SL, это Second Look, лапароскопическую, в период между шести месяцами и до года, для того, чтобы определить, можем ли мы все-таки повторно убрать то, что не удалось убрать полноценно. И опять это же пресловутый хайпэк. В случае, если была радикальная операция, тут вопрос встает, нужно ли пациенту еще что-то добавить, и появляется впервые слово адъювантное, но именно НИПЭК, это нормотермическая химиотерапия. Вопрос слова адъювант мне тоже непонятен, особенно после операции CC2. То есть мы, когда классически понимаем, что слово адъювант, это значит признаков болезни нет, и наша химиотерапия целью действует профилактически. Если же опухолевые узлы все-таки оставлены, как же мы можем называть это слово адъювантным? Итак, химиотерапия. Эффект химиотерапии у нас будет зависеть от первых способов, куда мы будем это вводить. То есть это будет либо системная, называемая внутривенная химиотерапия, если это один препарат, то это в монорежиме такая эффективность у нас в премизотелевом брюшине невысока, не более 13%. Если же химиотерапия вновь будет внутривенно, системно, но уже в комбинированном режиме, то высота чуть побольше объективных эффектов, до 45%. А дальше как раз идет вопрос внутрибрюшная химиотерапия. Еще раз подчеркну тогда, хайпэк со стороны взгляда хирурга это хирургическая операция. А с моей точки зрения, как химиотерапевта внутрибрюшная, это лишь способ. А собственно, как и что мы туда будем вводить, она будет либо нормотермическая, до 47% эффективности, либо мы ее, собственно, нагреем, гипертермическая. И эффективность этой химиотерапии, соответственно, сразу возрастает. Мы начнем классически с монохимиотерапии, внутривенной. И тут я вам сразу оговорюсь, ни одного рандомизированного клинического исследования при мезотелиоме брюшины нет и не было, и пока не существует. Все препараты, которые изучались, они априори изучались при мезотелиоме плевры, а потом как-то механически просто экстраполируются на мезотелиоме брюшины. Хотя у нас уже есть очень много работ и накопленных знаний о том, что это, возможно, абсолютно принципиально разные опухоли. Мы уже знаем, что, например, и GFR-мутации чаще встречаются при брюшине. Про PD-Л-экспрессию уже Михаил Дмитриевич сказал, хотя все еще точно неизвестно, с какой частотой она встречается при мезотелиоме брюшины. В GFR-рецепторы также чаще встречаются при мезотелиоме плевры. То есть все больше и больше у нас появляется знаний, о том, что это разные опухоли. Ну и вот возраст пациентов и пол, все нам говорит о том, что все-таки это не одно и то же. Но, тем не менее, все препараты, которые изучаются при плевре, автоматически переносятся. И вот такие у нас есть результаты этой эффективности. Если мы назначим пиметриксет в монорежиме, таких пациентов, как видите, было немного, и мы не можем похвастаться, как только что были доклады при колоректальном раке, когда там тысячами находятся пациенты в исследовании, нам достаточно до сотни. Объективный эффект будет невысок, около 13%, с медианой общей выживаемости 10 месяцев. Если мы начинаем комбинировать пиметриксет с препаратами платины, цисплатин или карбоплатин, тут результаты несколько лучше, объективных эффектов около 46. Это вот уже данные японских исследований, как-то у них получилось лучше, чем на европейской популяции. И медиана общей выживаемости уже больше года. Хороший результат сочетания двух активных препаратов пиметриксета с гемцитабином, однако режим оказался очень токсичный. Количество гематологической токсичности третьей-четвертой степени больше было у 56% пациентов, поэтому широкого применения этот режим не нашел. Но, в принципе, медиана общей выживаемости при таком сочетании достаточно высока, почти 27 месяцев. И классический гемцитабин с цисплатином или с карбоплатином здесь помечено звездочкой, потому что оба режима применялись и оценивались только при мезотелиоме плевры. Итак, стандарты лечения. Еще раз повторюсь, а чьи же это стандарты? Примезотелиом брюшины нет. Мы просто берем схему лечения, которая используется при мезотелиоме плевры, ну и, собственно, берите. Для меня сейчас было открытием, что Михаил Дмитриевич предоставил результаты клинической рекомендации НССН. То ли это какое-то закрытое масонское общество, доступов сейчас нет. Клинических рекомендаций ни ЭСМА, ни НССН про мезотелиом брюшины не существовало до прошлого года. В этом году их упорно нет. Там пустое окно, где написано «Error location file». На самом деле это рекомендация этого года, 23-го. Вот сегодня утрем я проверял, их еще нет, они написаны, они в разработке. Но те данные, которые вот успели моргнуть, действительно, это было прошлого года, и как-то попытались определить, как же выбрать того пациента, кого нужно вести сначала. Нео, Дюван, Дюван, то есть опять роль химиотерапии. Тем не менее, мы классически видим набор из трех или четырех препаратов. Это пиметриксет, гемцитабин, бевоцезумаб только при плевре, при мезотелиоме брюшины он никогда не изучался, но тем не менее такая опция есть. Вот тут обратите внимание, мы также в своих рекомендациях обходим терминологически, мы пишем просто при мезотелиоме. Ну, собственно, что есть, то и нужно нам использовать. Комбинация Нива-Ипи показала действительно замечательные результаты в исследовании Checkmate 743, еще раз подчеркну, при мезотелиоме плевры. Критерием исключения из этого исследования было одномоментное поражение и плевры, и брюшины. Так, современные возможности. Но это во второй, в третьих линиях изучается, это предварительные данные, комбинация Тезальзумаб с Бевацузумабом, также на небольшом количестве пациентов 20 человек, но достаточно высокий процент частоты объективных ответов, 40%, с длительностью этого полученного ответа около 13 месяцев, и показатели однолетней безрецидивной и общей выживаемости тоже достаточно неплохие, 61,85. Но это пока результаты второй фазы, и пока, естественно, мы ждем более зрелые данные, но хочется, я лично очень жду результаты по изучению комбинированной пеметриксет с цисплатином, отезальзумабом с Бевацузумабом по аналогии с лечением рака легкого, что такая четырехкомпонентная схема должна быть наиболее эффективной, потом уходить в поддержку только отеза Бева. Но пока результатов еще нет. Итак, давайте мы теперь с вами перейдем на единый словесный режим, для того, чтобы мы понимали и говорили на одном языке, что же это такое. Итак, внутрибрюшная химиотерапия. Если это называется хайпэк, то мы подразумеваем, что во время операции, прям интероперационно, вводится нагретая цитостатическая химия препарат, химиотерапия, именно одномоментно. Если же мы химиотерапию внутрибрюшную разводим с этими двумя процедурами, сначала операция, а потом через первые пятые сутки идет химиотерапия, то это будет называться эпик. Если она норма термическая и уже проводится отсроченно 4-6 недель после операции, это будет называться НИПЭК. Новый для нас уже термин – это НИПЭК Лонг Терм. Также основоположник этого – Шуга Бейкер. О том, что он говорит, что химиотерапия должна вводиться неоднократно, а также, как и системная химиотерапия, она должна вводиться несколько раз в брюшную полость, тогда это будет иметь большую эффективность. И уже, собственно, звучало с этой трибуны – это ПАЙПЭК или ПИПЭК, я не знаю, как правильно. Это интероперационная, внутрибрюшинная, но под давлением, то есть аэрозольная химиотерапия. Еще раз отмечу, когда крупные исследования говорят проводилась химиотерапия, какая она должна быть, стандартов не существует. И все эти были объединенные результаты, лишь факт, что проводилась ХАЙПЭК. Но вопрос, как она проводилась и чем она проводилась, вот тут анализа я нигде не нахожу. А это принципиальная разница. Это, в принципе, те же самые исследования, которые сейчас уже были представлены. Достаточно большое количество пациентов, уже больше, чем 20 или 30. Описанная полнота циторедукции, гистологический тип. Ну и 5-летнюю выживаемость у нас достаточно уже выше, около 45-50% по сравнению с просто системной химиотерапией, потому что мы добавили циторедукцию плюс внутрибрюшинную гипертермическую химиотерапию. Чего не хватает, вот на ваш взгляд, в этой таблице? Лично меня, как химиотерапевта, хочется, собственно, спросить, а какой был препарат и какая была доза? Наверное, есть разница, вводился лицисплатин или вводился доксорубицин, может быть, оксалиплатин, митамицин. Неужели нет никакой разницы? Можно, может быть, просто физраствор нагреть, и будет точно такой же эффект. Что-то горячее и что-то интероперационно. Поэтому основным прогнозническим фактором в лечении мезотелиом брюшины остается полнота циторедукции. Тут у меня тоже несколько вопросов, потому что полноту циторедукции у нас определяет острота зрения хирурга. Если он убрал и он видит, что ничего не осталось, то, собственно, это убрали полностью. Но тут я надеюсь, что наши хирурги все хорошо видят. Достаточно тоже было такое наблюдательное исследование. В семи крупных американских штатах, крупных центрах было отобрано ретроспективно, еще раз вам подчеркну, то есть сразу убедительность и доказательность у нас падает до уровня 4С. 23 тысячи пациентов с мезотелем брюшины. Но оценить, адекватно и подвести их достаточно хотя бы в одну какую-то когорту удалось всего вот полторы тысячи. И определили 4 такие группы. Первая группа никакого лечения не получала, было только наблюдение. Вторая группа это те пациенты, которым была проведена хоть какая-то химиотерапия. Затем было только хирургическое лечение. И две последние группы это когда хирургическое лечение плюс химиотерапии или же химиотерапия проводилась, собственно, в режиме хайпэк. И, как вы видите, цифры говорят сами за себя, что чем агрессивнее у нас было лечение, то есть циторедуктивная операция с каким-либо режимом химиотерапии, либо системным, либо внутрибрюшной гипертермической, показали хорошие результаты медианы общей выживаемости. А теперь давайте критически подойдем к этим данным. Это какой должен быть пациент, который сразу попал в группу наблюдения? Ну, понятно, что это либо это уж совсем был ЭКОК 3-4, или очень возрастной, или с какими-то очень значимыми сопутствующими заболеваниями, которые не позволили ему назначить абсолютно никакого лечения, ну и соответствующие показатели выживаемости. А вот тот пациент, которому провели циторедукцию хайпэк, это мы с вами, помните, первую часть таблицы, когда был алгоритм? То есть мы исключили саркоматоидный вариант, он почему-то не оперируется, сразу убрав пациентов с неблагоприятным прогнозом. Сюда включаются более молодые, соответственно, с хорошим, ну минимальным индексом канцероматоза, то есть это очень хорошая группа пациентов, которым мы провели очень хорошее лечение. Вот мне хочется узнать, попадали ли такие пациенты в группу просто наблюдения. Ну, такой же вот хороший, здоровый, молодой, и с эпителиоидным типом, и вот под наблюдение попал. Он сказал, я хорошо себя чувствую, я ничем лечиться не буду, ну и, собственно, отказ, наверное, от лечения тоже здесь должен был где-то присутствовать. Как бы тогда выглядели эти кривые выживаемости? Но, тем не менее... Так, Анна, может, все-таки меньше философии, а больше фактических цифр? Хорошо, пожалуйста, цифры говорят нам о том, это было крупное французское исследование базы данных РЕНЕЙП, которое принципиально решило вопрос, нужно ли проводить адъювантную химиотерапию? До 2015 года адъювантная химиотерапия после циторедукции ХАЙПЕК не проводилась никому, ну или очень выборочно. Однако было показано на небольшой группе пациентов, что если проводить неоадъювантную химиотерапию, потом циторедукцию ХАЙПЕК, эти пациенты несколько даже ухудшало прогноз. А вот если присутствует адъювантная химиотерапия или же присутствует ХАЙПЕК в этом режиме, то и показатели пятилетней общей выживаемости превышают 60%. Это стало переломным моментом и с 2015 года пациентов после максимальной циторедукции рекомендовано в той или иной степени назначать все-таки адъювантную химиотерапию, системную, я имею в виду, с препаратом пиметрикседом или гемцитабином. И ШОГА БЕКЕР последние исследования и результаты в 2017 году, он говорит, чем агрессивнее у нас лечебная тактика при мезоцелевом брюшине, то пациенты имеют собственно преимущество в показателях выживаемости. Вот последняя строчка говорит, что если пациенту сначала провести циторедукцию с ХАЙПЕК, тут я сразу говорю, что режим ШОГА БЕКЕР включает цисплатин с доксорубицином. Затем проводится отсроченная внутрибрюшная химиотерапия ЭПИК, здесь проводится именно пиметриксед, и НИПЕК, нормотермическая, либо поклитоксел, либо пиметриксед, а потом адювантная, системная, только цисплатином внутривенно. Собственно, этот режим, как вы полагаете, не все могут выдержать, но тем не менее пятилетняя общая выживаемость 75% не может нас не радовать. Итак, какие же режимы химиоцитостатиков могут использоваться для введения непосредственно в брюшную полость, для нагревания имеется в виду, это могут быть метамицин, цисплатин, доксорубицин с цисплатином, доцитоксел с цисплатином и комбинации любые, которые содержат один из этих препаратов, доксорубицин, цисплатин, метамицин. Поэтому, когда мы, мне очень понравилась фотография у Сергея Сергеевича, вот эта ведьма, которая варит какое-то зелье, мне, как химиотерапевту, мы, какой препарат используем и в какой дозе. Даже вот спросив вопрос, какой препарат используется в институте Герцена, однозначно, максалиплатин, напрашивается вопрос, в какой дозе, потому что доза есть 240, 360, 420, 92, вы сказали, я пока с таким режимом не встречалась. То есть здесь, может быть, не препарат и будет иметь значение, а его концентрация вводимая. Также я уже молчу о том, что есть разные градусы, почему-то вот 42, 45 у нас однозначно, но вот лично в каком из исследований Вы, похоже, об этом где-то слышали, но не знаете достоверно. На самом деле нельзя проводить гипертермическую перфузию температуры свыше 42, 42,5 максимум градусов в связи с донатурацией белка и крайне высоким риском осложнений. Поэтому стандартный хайпэк проводится при температуре 42 градуса, 42,5 на входной магастрали, 40 на выходной, внутри брюшина 42. Мне нравится Ваше уверенность в слове стандарт. Да, ну и по стандартам еще, я уже скажу, что старые работы, просто очень много философии, она на самом деле не связана ни с чем, сейчас я еще покажу сразу стандарты НССН, которые открылись на обоих телефонах, и у меня, и у меня, Доза 460 миллиграмм оксалиплотина, это первые работы, которые были еще не стандартные, которые самые первые работы французской группы именно в такой дозе оксалиплотина применялась значительно больше, чем при внутривенном введении. Кстати, у Шуга Беккера тоже есть работа, где он показал, что и у нас мы эти работы проводили все время в онкоцентре, что интроперитениальной химиотерапии мы можем применять дозы в полтора раза выше, чем при внутривенном введении. И при этом эффективность терапии повышалась. То есть мы проводили терапию 200 миллиграмм цисплатины на процедуру. Вы прям сняли с языка. Действительно, я хотела подчеркнуть, что внутрибрюшинное введение ассоциировано с большей всасывающей способностью и эффективностью, но при этом гематологической токсичности будет гораздо меньше. Но это связано, собственно, с кривой АУК. Завершающий слайд о том, что место и роль химиотерапии в лечении мезотелиома брюшины лишь, собственно, усилить эффект максимально возможной циторедукции и гипертермической химиотерапии. Но тут очень важно уже подчеркивалось, что здесь нужен тщательный отбор пациентов. Критерии, которые будут отказаны пациентов от операции, это, безусловно, его плохое состояние, может быть, даже по сопутствующим заболеваниям. Бифазный или саркоматоидный вариант мезотелиома брюшины связаны с ухудшением это непроходимость кишечника, если вовлечение брыжейки, если опухоль инфильтрирует тонкую кишку и тот самый индекс канцероматоза, который вот тут, он неоднозначен. По одним данным того же Шуга Бейкера я ссылку сделала, это идет PCI-29, но критерием CCN становится уже индекс больше 17. И последние данные, которые, собственно, мы очень ждем, это исследование мезотип, где используется химиотерапия плюс 4 процедуры ПАЙПЕК. Французское исследование, результаты мы ожидаем через 2 года. Неодевантное использование иммунотерапии у пациентов с резектабельной опухолью плюс адювантно продолжить это же лечение комбинации НИВА-ИПЕ. Исследования, которые нацелены на циторедуктивную операцию плюс ХАЙПЕК и НИПЕК, но здесь определен препарат ПАКЛИТАКСЕЛ. Таких введений будет 16 курсов еженедельно, то есть мы подразумеваем о том, что там будет естественно устанавливаться ЛАПАРАПОРТ. Исследование ТАЛАЗАПАРИБА, на БАП-мутацию, уже доказано, что БАП-мутация при лизотелевом брюшине встречается особенно у молодых женщин и связана именно с этой точкой приложения препарата. И, как уже говорилось, вторая и третья линия изучения отеза Лизумаб с Безвовицезумабом уже в июне этого года планируется получить первые результаты. Спасибо большое.